Гонки за золотыми значками Главным центром притяжения спорта в Кировском станет районная Сдюшор на улице Зины Портновой. Учреждение сделали ремонт и теперь оно отвечает запросам даже профессионалов, не говоря о простых любителях физической культуры. Эти дети пока не разберутся, что здесь всяк, но здесь даже на определенных дорожках определенная сила толчка есть. То есть здесь все рассчитано очень серьезно, здесь проектировалось специально федерация легкой атлетики, и принимало участие в конструкции этого зала, так что он сделан фактически, я говорю, это мини-олимпийская база. Чтобы нормы ГТО успел сдать каждый, в районе открыли еще несколько пунктов. Площадок таких в районе порядка пяти, значит, они распределены по территории района. Вот, например, если речь идет о плавании, то, конечно, плавание сдается там, где есть бассейн. За минувшие два года нормы ГТО успели сдать больше 30 тысяч человек, и все школьники, и студенты. Всего через две недели протестировать свои возможности смогут и остальные петербуржцы. К существующим шести присоединяются остальные пять возрастных ступеней. Со следующего года сдать нормы ГТО можно будет и взрослому населению. Например, мне, 25-летнему юноше, потребуется потянуться не меньше 12 раз. Благокориспондентская работа околоспортивная, поэтому я могу делать это абсолютно бесконечно. В правительстве рассчитывают, что в 2017 году нормативы уже не по наружку, а по-настоящему сдадут минимум 130 тысяч петербуржцев. Именно столько успел зарегистрироваться на специальном сайте. В спорткомитете отмечают и большой ажиотаж среди взрослых. Это несмотря на то, что в отличие от школьников, никаких привилегий вроде дополнительных баллов к ЕГЭ им не полагается.